Девушки отдыхают Поэтому уехал с места инцидента Теперь он арестован на трое суток А позже ему придется возместить ущерб владельцу магазина В эфире новости по будням Здравствуйте! Тем дорожных происшествий станет центральной в нашем выпуске Этому даже посвящено традиционное интерактивное голосование Поучаствовать в нем мы приглашаем Всех телезрителей вопрос, варианты ответов И номера телефонов, указанные в нижней части экрана Так что делайте свой выбор и смотрите сегодня Земля уходит из-под ног В Иркутской области произошло землетрясение Интенсивность в эпицентре составила 8 баллов Жители городов почувствовали 5 баллов Все подробности в первом материале выпуска Подробности работ по сносу цехов и построек На территории бывшего усилия химпрома ждут вас далее Шесть зданий уже демонтировано Сколько объектов необходимо будет разобрать до конца года? Поведаем в программе В программе также расскажем и покажем Что скрывается на дне иркутских фонтанов Мы провели свою ревизию по городским водным достопримечательностям Итоги рейда через несколько минут Через несколько минут вы также узнаете Какие необычные и редкие имена Жители Иркутской области выбирают для своих детей И сколько новорожденных появились в регионе С начала этого года Начнем выпуск с самой обсуждаемой новости этого дня Иркутская область в очередной раз сотряслась Новое сейсмособытие выделяется на фоне предыдущих Интенсивность толчков в эпицентре на Байкале составила 8 баллов Поэтому для сбора информации об этом землетрясении Иркутские ученые отправились в поселок Зумурино Там будет развернут полигон для комплексного мониторинга А что уже известно о произошедшем землетрясении Расскажет Данил Седов Мгновение и весь Иркутск замер Раскачивались только предметы вокруг людей То, что произошло вечером 8 июня Напугало многих Хотя для нашего региона землетрясение Явление нередкое В Иркутске интенсивность толчков составила 5 баллов Некоторым нашим землякам было трудно держать себя в руках Землетрясение Прямо тумбочкой ходуном ходит у нас Минусы То, что ты живешь на 10 этаже Первое Если у тебя сломался лифт Ты офигеешь подниматься Недавно Испробовала на себе И второй минус Вот сейчас было землетрясение И я реально испугалась, ребята Это страшно Это землетрясение напугало не только людей, но и животных В Иркутской зоогалерее обезьяна по кличке Лея не спала всю ночь Она осматривала свой вольер и проверяла на прочность стены и двери И не зря Авторшоки ученые фиксировали всю ночь Эпицентр землетрясения находился в акватории Байкала Там сила толчков составила 8 баллов Из-за того, что землетрясение случилось недалеко от областного центра Всего в 110 километрах Иркутяне отметили его интенсивность Все отметили, что очень длительные сотрясения были Это как раз так же говорит о том, что скорее всего землетрясение было поверхностным То есть расположено близко к поверхности земли Поэтому сейсмические волны затухают меньше Образуются поверхностные волны достаточно интенсивные Это такое достаточно сильное, но вполне типичное для нашего региона землетрясение Толчки ощутили в 350 населенных пунктах области До Братска и Нижнеудинска докатилось всего 2 балла А вот Большое Галаусное оказалось почти в эпицентре землетрясения В 17 километрах Сильно трясло также Листвянку, Порт Байкал и Бугульдейку Сейсмособытие ощущалось на территории южных, центральных и верхнеленских районов Приангария По данным единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Пострадавших и разрушений нет Объекты жилищного коммунального хозяйства, энергетики, социально значимых объектов Функционируют в штатном режиме Но во всех городах и поселках Иркутской области, где ощущались толчки Все еще работают специалисты Они оценивают возможный ущерб от землетрясения Сбор информации продолжается Данил Седов, Виктор Черкашин Новости по будням Активно жители Иркутска обсуждают и это происшествие Мужчину на электросамокате сбил водитель легковушки на одной из улиц города Видео разлетелось по социальным сетям Молодой человек буквально перелетел через машину Но тут же вступил в конфликт с шофером Кто виноват в ситуации, будут разбираться правоохранители А мы решили посвятить проблемам этого вида транспорта наш интерактив Сегодня спрашиваем Стоит ли для безопасности движения запретить электросамокаты? Если да, и вы считаете, что это необходимо Так как слишком часто люди относятся к этому мобильному транспорту легкомысленно Разъезжают и по тротуарам, и по дорогам Совершают опасные маневры Периодически провоцируют аварийные ситуации Как с машинами, так и с пешеходами Звоните по телефону в Иркутске 563-971 Если ваш ответ нет И вам кажется, что это слишком кардинальная мера И для решения проблемы недостаточно Достаточно разработать четкие правила движения для электросамокатов И строго следить за их соблюдением А также ввести дополнительные ограничения И серьезные наказания за их нарушения Набирайте 563-972 Результаты озвучим в конце программы Но не только электрические самокаты опасны Аварии в регионе происходят с участием разного транспорта За сутки сразу два юных самокатчика оказались под колесами машин В Иркутске 13-летнего подростка сбил водитель грузовика Мальчик в момент аварии был в наушниках А в Марково шофер отечественной машины наехал на 8-летнего мальчика Он тоже катался на обычном самокате Оба ребенка получили травмы Такая же участь настигла и двух подростков Которые ездили на мотоцикле в Чунском Они столкнулись с легковушкой Теперь полицейские выясняют Почему дети ездили на незарегистрированном транспорте без шлемов Взрослые тоже становятся участниками ДТП Так в Усольском районе погиб водитель легковушки Он не справился с управлением Машина съехала в кювет и перевернулась А мужчина вылетел из машины В Автолунском районе местный житель на УАЗе Устроил погоню с сотрудниками ДПС Которая закончилась опрокидыванием машины Водитель не пострадал Но он оказался пьян Более того, без прав Их он лишился за отказ от медицинского освидетельствования Страдают люди не только в результате аварий Но иногда из-за лесных пожаров Правда, сейчас ситуация в Тайге региона улучшилась 9 июня утром был зафиксирован только один очаг возгорания Площадью 3,5 гектара в Нижнелимском районе В локализованном состоянии были два крупных лесных пожара В 380 гектаров в Бадайбинском и Усть-Кутском районах Большой урон экологии наносят не только лесные пожары В Иркутской области достаточно опасного для окружающей среды наследия И, наконец, в Усолье-Сибирском приступили к демонтажу цехов и строений бывшего химпрома Шесть объектов уже ликвидировано, в частности, цеха ртутного электролиза В планах до конца этого года разобрать 125 строений, а в 2023 еще 79 Идут работы и по очищению территории На данный момент ликвидированы все скважины с каменной солью и 17 аварийных цистерн с химикатами Рабочие установили противофильтрационную завесу, чтобы не загрязнять нефтепродуктами ангару Полная ликвидация опасного наследства от предприятия по плану должна выполниться до 2026 года А потом на этом месте появится экотехнопарк для переработки ртуть содержащих отходов, которые остались от химпрома Что кроется под землей, где стоит бывший химпром, мы недавно рассказывали Теперь пришло время показать, что таится на дне иркутских фонтанов В своеобразный рейд по водным городским оазисам отправилась наша съемочная группа Какой вывод сделали мои коллеги после проверки, узнаете прямо сейчас Фонтан – настоящий оазис среди бетонных джунглей для иркутян летом В такие места горожане приходят, чтобы пообщаться или сделать пару фотографий Но снимки могут быть испорчены Вот такими картинами псевдо-художников на фонтанах Этот наскальный рисунок оставил на фонтане, по всей видимости, первобытный человек Ведь как иначе можно назвать иркутян, которые портят достопримечательности? Все фонтаны, которые мы проверили, пометили вандалы Такие художества были замечены на фонтане, который находится на бульваре Постышева Водную достопримечательность на труде тоже пометили горе-художники А еще на дне этого фонтана можно найти клад Точнее, склад бытового мусора И это в самом центре города Отходы не только портят вид фонтана, но и могут вывести его из строя Поэтому городские оазисы регулярно чистят Фонтаны чистятся по графику В среднем каждый фонтан чистится раз в месяц Также по мере загрязнения может проходить чистка чаще Это осматривается либо дежурные бригады, либо по заявкам чьими-либо Мусор бывает разный Как жители, дети бросают и из-за погодных условий ветром приносят Дети не только бросают мусор в фонтаны, но и используют их в качестве тротуара Прогулка по кромке чаши – любимое развлечение для иркутян, которые гуляют у центрального отдела ЗАГСа Причем действия детей одобряют родители, но не все Детей водят, я против этого Я считаю это небезопасно И это действительно так Дети легко могут поскользнуться на мокрые плитки и упасть А по дну световых фонтанов проходит электрический кабель, мощность которого 380 вольт А это больше, чем в обычных розетках Поэтому на фонтаны лучше просто смотреть, а не забираться в них Тогда отдых у водных достопримечательностей будет безопасным и эстетически приятным Кристина Черкова, Владимир Пинаев, Новости по будням Войну мусору объявили в Шаманке Шелиховского района Там убирают несанкционированную свалку Работы много, а вывезти нужно более 2000 кубометров отходов Свалка в селе образовалась несколько лет назад Сначала туда вывозили отходы лесопиления А после жители присоединились к взращиванию этой горы И теперь муниципалитету придется раскошелиться на 2 миллиона рублей Чтобы привезти на месте генеральную уборку Его надо защищать и от загрязнений И изучать речь про Байкал Чем озеро удивляет ученых, расскажем в следующем материале Такой близкий, но такой далекий Байкал Мы живем рядом с этим озером, но почти ничего о нем не знаем И жемчужина Сибири регулярно нас удивляет Недавно ученые обнаружили в водах Байкала гриб Который считается эндемиком Антарктики Его нашли в биомассе в местах массового разрастания спирогиры Но как этот гриб появился в нашем регионе, пока загадка Над ней сейчас и работают специалисты А вот возможные причины появления на озере редких красноркнижных птиц Оргитологи Прибайкальского национального парка уже назвали Это либо слишком теплый май в нашем регионе Либо большая популяция этих пернатых в их привычных местах обитания Шелоклювка и пеганка заглянули к нам Хотя обычно они гнездятся гораздо южнее Иркутской области Нежданные гости попались в объективы фотокамер во время мониторинга в заповеднике Специалисты заметили четырех шелоклювок, они держались парами Также себя вели и пеганки Их запечатлели совсем недавно, в начале июня Может и туристам повезет, и кто-то из них сможет увидеть залетных Юлия Шенкарюк, новости по будням И туристы, и горожане часто ими пользуются Электросамокаты Они вызывают массу споров в обществе Поэтому наш интерактив мы тоже решили посвятить этому мобильному транспорту Спрашиваем, стоит ли для безопасности движение запретить электросамокаты Если да, и вы считаете, что это необходимо Так как слишком много людей относятся к этому мобильному транспорту легкомысленно Разъезжают и по тротуарам, и по дорогам Совершают опасные маневры Периодически провоцируют аварийные ситуации И с машинами, и с пешеходами Звоните по телефону в Иркутске 563-971 Если ваш ответ нет, и вам кажется, что это слишком кардинальная мера И для решения проблемы достаточно разработать четкие правила движения для электросамокатов А также строго следить за их соблюдением И ввести дополнительные ограничения И серьезные наказания за их нарушения Набирайте 563-972 Результаты озвучим в конце программы Другие серьезные вопросы обсуждали сегодня за круглым столом Иркутские мэры и главы 80 муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока Как прошла масштабная встреча, расскажет Олег Федоров За этим столом обсуждаются разные проблемы городов В том числе, как исполнить указы президента Например, осуществить перевод на обучение школьников в одну смену Решение этого вопроса искали сегодня участники собрания Ассоциаций сибирских и дальневосточных городов Более 80 мэров и глав районов встретились в Иркутске И результат у таких встреч всегда есть На самом деле, предложения ассоциации Очень часто были основой для принятия федеральных нормативно-правовых актов И федеральных законов, которые в конечном итоге Облегчали жизнь и работу муниципальных образований А сейчас проблем в городах хватает Сильно выросли цены на строительные материалы Из-за этого могут быть сорваны сроки по возведению школ, детских садов и больниц Так как придется переделывать сметы Чтобы избежать этих проблем, необходимо наладить межмуниципальное сотрудничество Это позволит вовремя поставлять необходимые материалы Или привлекать новую рабочую силу Это встреча коллег, единомышленников Которые сегодня поставили себе одну цель Чтобы территория, где они руководят Стала лучше, краше, интереснее, комфортабельнее Ну и самое главное, мы видим Чтобы те инвестиции, которые придут Они дали общий результат в развитии этих территорий Регионы развиваются в разных сферах Городское хозяйство, промышленность, торговля, туризм И все эти темы стали центральными для обсуждения на встрече представителей ассоциаций Болевые точки определены И теперь по ним будут искать пути решения Без муниципальных органов власти невозможно принимать стратегические решения Которые бы не были привязаны к земле Поэтому наша ключевая задача Вот здесь консолидировано Выработать эти решения и дальше транслировать вышестоящим органам власти Это позволит добиться поставленных целей А именно улучшение жизни людей в городах Сибири и Дальнего Востока Ведь уже многие идеи ассоциации были поддержаны даже на федеральном уровне Олег Федоров, Андрей Назаров, новости по будням Возможно, такое взаимодействие поможет развитию различных направлений Ведь рынок труда в нашем регионе сейчас испытывает трудности К примеру, в мае активность работодателей по поиску новых сотрудников продолжила снижаться Как это и было месяцем ранее Такие данные приводит онлайн-сервис ХХРУ В последний месяц весны число активных вакансий в Иркутской области уменьшилось еще на 2% При том, что в других крупных городах Сибири, наоборот, появилась положительная динамика У нас же снизился спрос на управленцев, топ-менеджеров и юристов В такой ситуации многие работники Прибайкалия стараются держаться за свои места Или ищут новые, где платят больше Согласно опросу, 59% сотрудников откажутся от увольнения, если им увеличат зарплату Еще 26% людей готовы сменить работу, если им пообещают повышение На любую подработку порой согласны студенты Ведь совмещать полную ставку с учебой сложно, а жить на что-то надо Им, но некоторым иркутским учащимся платят за их достижения и таланты Тем продолжит Дарья Эйвазова Я просто отправилась в свои достижения, в свою учебу И как бы миссия, скорее всего, оценила это по достоинству Как получить дополнительную стипендию, рассказывает другим студентам Дарья Шагдыр Видеоконференция по стипендиальной программе N-Plus Group объединила участников из самых разных городов России Дарья из Иркутска Конкурс программы выиграла в прошлом году и собирается участвовать в нем вновь, но уже в качестве магистранта Размер стипендии 20 тысяч рублей до 4 курса Если это магистрант, то 25 тысяч рублей Такие стипендии дают возможность людям еще больше погрузиться в науку, развиваться, тратить время именно на то, чтобы где-то еще поучиться чему-то Например, я хожу на курс английского языка благодаря таким стипендиям Плюс этого года стипендиальную программу расширили Теперь претендовать на участие в ней смогут студенты 50 учебных заведений из 18 городов России Поддержка талантливой молодежи и тесное сотрудничество с вузами и колледжами Это часть кадровой политики энергохолдинга, принципы которой обозначил его основатель и общественный деятель Олег Дерипаска Причем с этого года увеличен и список образовательных направлений, по которым действует стипендиальная программа К таким традиционным специальностям, как энергетика и металлургия, добавятся медицина и педагогика Миссия в том, что мы тем самым вместе с компанией делаем так, чтобы талантливые ребята не уезжали из региона А оставались в регионе, в профильном вузе и далее пришли работать на препятствии компании, которые находятся в этом регионе Мы не первый год сотрудничаем с компанией В прошлом году ребята участвовали более 20 человек Попрендентовали на получение этой стипендиальной программы, 6 человек получили По всей России в прошлом году на стипендию от НПлюс Групп претендовали 300 студентов Финансовую поддержку получили самые достойные – 75 человек С учетом новых направлений в этом году число конкурсантов может вырасти в несколько раз Дарья Ивазова, Владимир Пинаев, новости по будням Стипендии, как и учеба в принципе, пока лишь далекое будущее для самых маленьких жителей Иркутской области С начала 2022 года в регионе родилось 10 тысяч детей Причем мальчиков на свет появляется больше, чем девочек Выбор имен для своих чат, некоторые прибайкальцы подходят с креативом Теперь в Иркутской области живут мальчики Мелс, Сократ, Даниэль, Родна, Натан и Аскар Девочки Луна, Афина, Тифания, Ребека, Элизабет и Стелла Похоже, что некоторые родители черпают вдохновение из истории Древней Руси И называют детей Яромир, Светогор, Ратмир, Дарамир, Мирослава и Богдана Другие ждают детям имена в честь географических объектов Витим, Енисей, Саян и Саяна Кто-то предпочитает соединять имена Так появляются Михаил Александр, Олаф Ливан, Лариана Каролина, Марион Леа Но чаще всего девочек называют Софиями и Евами Топ имен у мальчиков не меняется уже несколько лет Это Артем, Александр и Михаил Не только дети, но и взрослые с разных уголков региона Приняли участие в акции медиахолдинга НТС «Нарисуй радио» Любой желающий мог изобразить свои ассоциации с радио на бумаге Три месяца конкурсанты отправляли свои рисунки нам Из 100 работ в финал прошли 15 Их распечатали на футболках А лучшим был признан рисунок юной иркутянки Полины Фильшиной Сегодня она стала участником прямого эфира вместе с ведущими радио «Шансон» Вещание которого в Иркутске осуществляет медиахолдинг НТС Своё видение логотипа именно этой радиостанции школьница и нарисовала И попала в точку Ведь на этой станции в Иркутске часто проходят живые концерты музыкальных групп Я могу рассказать об этом друзьям, что я приняла участие в конкурсе очень классном И у меня теперь есть футболка с моим рисунком Могу всем показать и похвастаться об этом Я узнала о конкурсе от мамы И мама мне его предложила Ну и затем я подумала, а почему бы и нет И решила поучаствовать в нем Поучаствовать в нашем интерактивном голосовании Вы еще успеваете Сегодня обсуждаем проблему электросамокатов Ответы будем принимать еще несколько минут А сразу после короткой рекламы расскажем об успехах спортсменов региона И о том, почему Иркутский кинотеатр намерен судиться с Голливудом Еще четыре уроженца Иркутской области стали мастерами спорта России Престижные звания присвоили альпинистке Ирине Морозовой, керлингисту Михаилу Власенко, пловцу Максиму Федорову и борцу Федору Болтуеву О других достижениях наших земляков в спорте расскажем далее Екатерина Букина остановилась в шаге от золота чемпионата России по вольной борьбе На турнире в Нарафаминске уроженка Ангарска выступала в весовой категории до 76 килограммов В ней спортсменка дошла до финала Но в решающем поединке наша землячка уступила представительнице республики Дагестан Итог, второе место У сборной России по керлингу новый тренер Это иркутянка Анна Трухина Она будет заниматься подготовкой юниорской команды Опыт работы с молодежью у наставницы богатой под руководством Анны Васильевны Прибайкальские команды до 20 лет неоднократно становились призерами первенств страны Также тренера воспитала двух призеров Олимпийских игр Больше не будет играть за баскетбольный клуб Иркут Руслан Абдулбасиров У 24-летнего игрока закончился контракт с клубом И продлевать трудовое соглашение спортсмен не захотел Руслан провел в составе оранжево-черных два сезона И успел стать одним из самых результативных игроков Где будет дальше выступать центровой, пока не сообщается Данил Седов, новости по будням Символ эпохи 90-х К 20-летию с момента гибели известного актера Сергея Бодрова-младшего На одном из домов Черемхова появилось граффити На нем он изображен в своем знаменитом образе Данилы Багрова из диалогии фильмов «Брат» О других интересных новостях, в том числе и из мира кино Расскажем в рубрике «Повесточки» Всем привет! Людей красят их поступки Это правило не теряет своей актуальности уже много веков Об этом сегодня и предлагаю поговорить Приняли весьма спорное решение Один из иркутских кинотеатров требует от Голливуда Компенсацию за сорванный показ нового Бэтмена По словам представителя кинотеатра Из-за нарушения договора со стороны Universal Pictures Они понесли убытки в размере почти 3 миллионов рублей Каковы шансы, что дело будет рассматриваться судом, сказать сложно Однако все аналогичные иски к зарубежным компаниям Ушедшим с российского рынка ни к чему не привели Несмотря на непростую международную обстановку Не поменял своих планов В Ангарском музее часов выступит известный немецкий коллекционер Йоханнес Альтмепен Жителям города нефтехимиков он прекрасно знаком Ведь именно Йоханнес в августе 2019 года Передал музею 181 экземпляр часов из своей коллекции А в течение последующих двух лет немец отдал в дар И еще около тысячи предметов Преимущественно вещи советского производства Во время же своего визита в Ангарск 10 июня Йоханнес расскажет, как формировалась его коллекция Не осталось в стороне Ветеринар из Архангельска спасла и приютила французского бульдога Собаку к Елене Распутиной на прием принесли в ужасном состоянии Вопрос даже стоял об усыплении Однако ветеринар прониклась с судьбой пса И решила его спасти Вылечила и выходила Однако из-за болезни у Ланы, а именно так теперь зовут бульдога Отказали задние лапы Но девушка не растерялась И сделала для собаки специальную коляску для прогулок Чтобы Лана чувствовала себя полноценной Вернулся к полноценной медийной жизни Джонни Де после резонансного суда Против своей бывшей жены Эмбер Хёрд Завел себе ТикТок За сутки на страничку подписались почти 3 миллиона человек И Джонни не стал мучить поклонников ожиданием Первое же видео он посвятил своим фанатам, которые поддерживали его в трудное время Напомним, бывшая жена Джонни Деппа обвинила его в домашнем насилии Из-за этого актер потерял сразу несколько крупных ролей Однако в суде артист смог доказать, что обвинения Эмбер были несостоятельными Встречайте каждый новый день в отличном настроении Ну а мы подарим вам еще больше хороших новостей Пока Ну а сейчас пришло время подвести итоги нашего интерактивного голосования Так 309 телезрителей поддерживают идею запретить электросамокаты Для безопасности движения на дорогах и тротуарах А вот 52 проголосовавших считают, что это слишком кардинальная мера И нужно просто разработать четкие правила для использования данного мобильного транспорта И этот вопрос уже давно назрел Мы надеемся, что не придется ждать резонансного случая для решения проблемы У меня на этом все, до новых встреч на нашем канале И помните, мы всегда вместе с вами